Какие убытки понесла Германия из-за невиданной засухи, как борются с масштабными пожарами в Калифорнии и какое самое быстрое существо на нашей планете? Об этом и не только далее в нашем обзоре. Почти на миллиард евро ущерба нанесла аграриям длительная засуха в Германии. Аномально высокая температура в этом году оставила фермерские угодья практически без пшеницы и бобовых. Также пострадали овощи и фрукты. Местные власти готовятся оценить масштабы убытков и принять решение о возможных выплатах компенсации с федерального бюджета всем пострадавшим фермерским хозяйством. В Калифорнии продолжается борьба с самым масштабным пожаром. К устранению очага возгорания присоединились 14 тысяч пожарных из 18 штатов. На помощь также прибыли представители спецслужб из Австралии и Новой Зеландии. Пожар уже уничтожил тысячу домов, а более пяти тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Для ликвидации стихийного бедствия власти выделили 230 миллионов долларов, что составляет половину годового бюджета, предназначенного для чрезвычайных ситуаций. США сотрудник аэропорта в Сиэтле несанкционированно завладел пассажирским лайнером, после чего разбился в 50 километрах от взлетно-посадочной полосы. Как сообщает полиция округа Пирс, угонщик страдал суицидальными наклонностями, а сам инцидент не связывает с террористическим актом. Кроме погибшего пилота, никто не пострадал. Большинство местных рейсов задержали на несколько часов. Мексиканский морской флот перехватил лодку, перевозившую более двух тонн наркотиков. Инцидент произошел недалеко от порта Акапулько. Для захвата нарушителей власти выделили три вертолета, которые преследовали судно до самого берега. Всех подозреваемых задержали. НАСА отложило на сутки запуск ракеты с солнечным зондом Паркер, которая должна была стартовать с мыса Канаварал. Причиной этого стали дополнительные проверки системы передачи данных из космоса на Землю. Инженеры опасаются, сателлит может не выдержать экстремальную высокую температуру Солнца. По плану разработчиков, зонд Паркер приблизится на рекордно близкие 6 миллионов километров к Солнцу и станет первым из созданных человечеством космических аппаратов, которое войдет в так называемую Солнечную корону. Ученые из Технологического института Джорджии назвали самое быстрое существо на планете. Им оказался одноклеточный организм, обитающий в пресной воде и способный развивать скорость до 724 километров в час. Длина существа больше 4 миллиметров передвигается с помощью сокращений туловища. Исследователи пока не знают, благодаря чему простейший организм способен развивать такую скорость.